так видно 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 да начинайте доклад ну давайте тогда я попробую покороче прежде чем говорить о холодном ядерном синтезе наверное имеет смысл вообще понять что такое атомное ядро я предлагаю геометрическую модель ядра которая стоит на трех предпосылках это оболочечная модель строения атомного ядра оболочки под оболочки причем я считаю что количество ядерных электронных оболочек и под оболочек совпадает то есть одно является зеркальным отражением другого второе между клоновские ядерные силы удерживающие наклоны в атомном ядре действуют только между протоном и нейтроном они являются клоновыми третье между клоновские ядерные силы имеет пространственную анизотропию и действуют по направлению ортогональных осей трехмерного пространства каждый на клоновом ядре имеет строго определенное пространство время место извините илья можете включить видеокамеру чтобы мы вас видели в левом нижнем углу я понимаю демонстрацию в левом в левом нижнем вот все прекрасно вот хорошо продолжать но первое предположение принципе лежит на поверхности если в атоме действует порядочная структура видеоклонных оболочек хорошо известная логично стоит и подряды не распространяется на ядро структура наклонов известна достаточно давно она достаточно сложная в разных экспериментах показываются разные и слоеный пирог и у нейтрона внутри отрицательный сверху положительный и наоборот но я взял из википедии что сложный протон состоит из центрального положительного потом сферы еще одно положительное и третье еще одно положительное вот взял и просто-напросто посчитал кулоновское взаимодействие такой пары получил вот такой заметный график который у всех учебников преподается как график ядерных сил а все что касается ядерных сил я хочу сказать следующее да безусловно дефект массы наклонов которые появляются при попадании наклона в гидро при этом возникают ядерные силы то есть силы удерживающие наклонные две я считаю что безусловно это необходимое условие но недостаточно как пример вспыск света и акустический удар при грозе можно было бы принять противно-следственные пары но и то и другое является следствием электрического разряда вызванного ионизацией атмосферы вызваны солнечным ведром вызваны магнитным полем земли вызванного из железных ядров поэтому и возникновение ядерных сил то есть силы удерживающих на фон ядре и дефект массы оба могут быть следствием третьего а то и четвертого протеза физически вот ну и третья предпосылка она основана на генетической модели что внешние кварки наклонов они имеют форму куба это отдельный большой разговор генетическая теория состоит из все репросташки потом элементарных частей и вот эти получаются вот такие вот наклоны то есть они взаимодействуют гранями так сейчас попробую я выбрать программку вот запускаем программку так программка моделирования структуры ядер единственное отличие от обычных как бытия Незлеева что умертные газы убраны влево заполненные только 6 оболоки являются нулем и абсолютно нуль это динейтроний который утверждает имеет место быть господин Райберс порядок заполнений оболочек эх так мне не было так выбрать ага вот алгоритм PS1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 там D оболочка заполняется примерно такой алгоритм и последний заполняется оболочка B ядера формируется не просто протонами и относятся друг от друга а наклонной парой протон и нейтрон вот я сделал выборку нуклидов у которых количество протонов и нейтронов совпадает на S2 и поехали S1, S2 следующий это гелий бор заполняется с 1 следующей полоскостью следующей оболочки второй S2 бериллий бор углерод азот кислород тор неон натрий уже пошло заполнение третьей оболочки S магний и так далее совершенно четко по алгоритму заполнения электронных оболочек поскольку вот мы отойдем до всего до 50 это основное ядро как я его называю состоящее только из протонов и нейтронов поскольку места больше внутри ядра нет то безусловно нейтроны они будут располагаться снаружи ядра значит здесь на программке но наверху номер названия этнического элемента количество нейтронов структура электронных оболочек изомер это в какую позицию добавлен нейтрон например вот мусфер 67 у него добавлен нейтрон в н оболочке в позицию p1 вот он зелененький значит что мы здесь видим с красным квадратиком это данные Центра фотоядерных исследований МГУ справа начиная с вакансий это количество куда может быть посоединен нейтрон Центр масс центробежные силы количество связей разбитые по осям очень интересное такое как соотношение количества связей к количеству буклонов меня слышно? да, хорошо да, да, хорошо все нормально вот что позволяет увидеть такая модель ну например магические ядра кальций 40 смотрим кальций 40 для него заполнены все вакансии третьего порядка то есть позиции куда микрон может быть присоединен к трем протонам смотрим дальше кальций 48 заполнены вакансии второго порядка то есть официальная наука говорит что да для магических ядер заполняются какие-то оболочки но какие именно официально непонятно здесь все видно четко совершенно еще магическое ядро замечательное 28 никель 56 точно так же видим полностью заполненные вакансии третьего порядка что еще интересного кластеры наличие кластеров гелия 4 в ядрах позволяет понять почему азоративные элементы делятся на неравные осколки вот линии месквастренных связи красные синие зеленые коричневые в каждой оболочке для ядра 92 уран 222 смотрим на какие части он будет делиться вот пожалуйста справа внизу на какие осколки неравные будет делиться такое ядро в принципе проверено как мог для всех азоративных ядер деление на неравные осколки единственное что я не знаю где взять количество свободных нейтронов при этом выделяется чтобы достаточно четко сделать формулы деления ну а поскольку у нас нейтрон вблизи слабо отрезателем то в позиции рядом с ядром рядом с нейтроном а может быть размещен протон вот справа смотрим янер так что у нас никель какой там 62 используется вот никель 62 при последней оболочке в позиции D8 и D9 есть в красном отметке микроспит и нам нужно присоединен нейтрон при этом у нас получается куплен 63 вот они заполнены у вас две минуты для болоси так сейчас сейчас вернемся ага ага проанализировав реакции генератора Андрея Верлоси мы увидим вот присоединение одного протона к мителю подает вот присоединение двух протонов в итоге дает уже стабильные не распадающие нуклиды сходная таблица и в общем то вывод что помимо пары никель нет можно использовать другие нуклиды имеющие позиции D8 D9 незаполненные это кобальт 59 ренин 103 и платина 196 из доступных по моему мнению заслуживает понимание реакция платина золота исходные получающиеся нуклиды стабильные и кроме того золото дороже чем исходная платина кстати стабильность золота аурум 197 также обеспечивается полностью заполненными вакансиями V2 прошу заканчивать все спасибо так вопросы прошу задать спасибо за доклад кто кто-нибудь хочет задать какие-то вопросы ну давайте я задам ваше теория может объяснить почему берилли и вот 48 нестабилен ну наверное нет но сразу надо как бы обратить внимание модель надо исследовать надо разбираться какие поля там какие потенциалы в объеме действуют потому что например пробовал я рассчитать квадрупольный момент для ряда лития и получил что стабильный литий 7 у него последний нейтрон не входящий в пару расположен далеко от основного ядра потом где-то в интернете про это проскакивал что действительно обнаружено экспериментально во всем мне нужна помощь в данной ситуации честно говоря я не ученый я производственник всю жизнь работал в бизнесе на производстве и честно говоря когда я вижу вот на конференции вас выступления с демонстрацией приборов таких измерений я честно говоря снимаю след я знаю что это такое насколько это трудно хорошо спасибо большое если вопросов нет приступаем к следующему докладу что косы у нас здесь там появился по моему этот самый говорят эжели да нет он мнение это гури гури а гури это он похоже гури это джордж эжели эжели это So, two remarks. One, I usually participate in the ColdFusion conference in the West, and I'm very glad to be here. And one important remark to all of you, that the level of presentation, technical presentations here are higher than that of, let's say, in Japan or in the United States. So, I would like to invite authors to contribute their papers in English. We have a little paper-based American journal, Infinite Energy, and this was a special issue on transmutation, for example. And I should like to invite all of you to contribute to this paper, because for you, it means a wider readership and audience, and maybe, maybe some sponsors as well, because I have seen that the experiments, what Russian scientists are doing, are relatively inexpensive and very interesting. And for this reason, I hope that with a modest budget, you can do more, much more than, let's say, the Tokamak, the ITER project, or any other hot fusion projects. So, this is one part of my, well, just contribution. The other, I want to say that, actually, I gave my presentation in English, in a written form, to the organizers, where you can read quite a lot about L-A-N-R, that is called fusion in nature. Just two sentences. There are two areas, which I researched quite deeply. One is the sun or all kinds of stars. Actually, there is two big contradictions with the sun. That is, the surface of the sun is only 7000 degree Kelvin or Celsius or whatever. But a little bit farther away, in the solar corona, the temperature is minimum 5 million degrees. If it is 5 million degrees Celsius, in my opinion, it means that the heat is not generated inside the sun, but in the solar corona, there you have lots of dust. And I have built dust fusion reactors. What you have seen previously in the Bob Grenier presentation, the NOVA reactor we built from homemade microwave oven parts. It's not a very expensive experiment, by the way. But the sun is definitely not running on hot fusion. This is a generally accepted idea. However, it is incorrect for one reason. The sun is not gas. It is liquid. It has a very definite surface. This I wanted to talk in detail in my presentation, but you have it in a written form in English. And Mr. Robytale, an American astrophysicist, wrote at length that all the astrophysicists are wrong because the sun is a liquid. It has a very definite surface. It has very strong magnetic field, which I guess just cannot support. So actually, the whole astrophysicist is on a wrong path because they just understand the basics. They don't listen. They don't watch to their own observations. But if the sun is liquid, it is incompressible. If it is incompressible, there cannot be high enough pressure in the core and high enough density to fulfill the laws on criteria. Therefore, hot fusion is ruled out inside the sun. But we see that the hot temperature where the energy is generated is in the solar corona. This is the reason this very expensive Parker probe had been sent by the United States, by NASA, to check out this extremely annoying anomaly. And there is another very severe anomaly with our sun, that is the 11-year cycles. Actually, at each 11-year, the big, the huge gas giants like Uranus, Neptunus, and the other are in alignment. So they are in one line. That is, they have more pronounced gravity, which is attracting the dust around the solar system. So there is more dust going into the sun. Therefore, sun is actually a giant dust reactor. And Anatoly Klimov and I have built these kind of dust-based coal fusion reactors. But far the biggest coal fusion reactor is the sun itself. And there is one more point to prove this point, actually. The most energetic features of the whole universe are the quasars. I wanted to talk at details about quasars, but no, I don't have enough time. But quasars, you believe it or not, but it is an accepted fact that one quasar puts out as much energy as one million, not solar system, but a whole universe like our Milky Way. So it is an extreme amount of energy. And the 1,000 to 1 million galaxy emits as much energy as a quasar in a year. And why quasars are sometimes pop up? Because big stars are moving into a Magellan cloud, for example, dust clouds. So when you have lots of dust in the universe, you have the fuel. And it is easy to check out with my dust microwave based resonant reactors or Anatoly Klimov's reactors. Very easy to check out. And astrophysicists, unfortunately, fucked up the whole idea. They just don't understand what makes the universe tick, how the energy is coming. Actually, coal fusion is running the whole universe. The dust catalyzed fusion is, which is providing the energy. Quasars and the strangeness of our sun is a definite observational proof. All the rest of this stuff, you will find in my written English paper, which I have sent to the organizers. And once again, sorry for the troubles with the microphone. I hope you could understand me at least. Thank you very much. Thank you very much. Anatoly Tagovov. One question. How many time period, what is the time period of the preparation of new article, new paper from the process and sending for your address? What the total time period is needed for the publication? It will be published in the infinite energy, but I have sent it to you personally. No, he asked about the time period of publication of your paper. Oh, about three months. Okay. It's very short. Very short. Very short. Very good. So, I explained to George, I explained to you in my letter that authors of this conference will prepare their publications up to February of next year. Наполея, back to February. You have a question. Are you switched over? Yeah. I have already switched. Yeah, he's gone. I have already. There, he's gone. It's almost impossible. He has some other problems with this. It's been a relation. Finally, hi, it's the last one. Let's do it. Let's... The last one. Our next 15 minutes. холодная трансмутация и холодный синтез в свете известных законов ядерной физики. Косарев. Так. Александр Владимирович. Слышно меня, да? Да, слышно. Отлично. Вы, пожалуйста, только включите полноэкранный режим. Александр Алексеевич, давайте я лучше буду вот так, как есть, потому что... Нет, давайте. Нажмите на слово «показ слайдов», а потом сначала, «показ слайдов». Нажмите на слово «показ». И должно быть сначала. Я могу выключить вот так? Вот так, да, отлично. Значит, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется дохлад холодной трансмутации и холодный синтез в свете известных законов ядерной физики. Докладчик Косарев Александр Владимирович. Я остановлюсь на явлениях, которые протекают у нас на новодорожных поверхностях и в комбинирующих жидкостях. Главная задача, которую преследует мой доклад, показать, что кажущиеся, на первый взгляд, загадочными явлениями холодной трансмутации и холодного синтеза полностью объяснимы в рамках уже известных знаний ядерной физики. Начнем с холодной трансмутации на новодорожных поверхностях. Буду опираться на эксперименты Роси, Пархомова, Корниловой, которые, как мне представляется, наиболее проверены и повторимы. А раз повторяются, значит информация, которую они дают, наиболее достоверная. Например, начнем с новодорожных поверхностей. В том, что согласно этим экспериментам, они свидетельствуют о том, что у нас протекают на новодорожных поверхностях закономерности нейтронной физики. Потому что эти эксперименты показывают, что у нас появляются новые какие-то... появляются бета-распад, наблюдается, когда появляются новые элементы, и выделяется тепло, появляется новый изотоп. Для того, чтобы появился новый изотоп, естественно, ядро должно захватить у нас нейтрон. Когда количество нейтронов достигает своего насыщения, происходит бета-распад, появляется новый элемент, и выделяется тепло. Это закономерности нейтронной физики. Причем эта цепочка может протекать в дальнейшем вверх по таблице Менделеева, и бета-распад, как известно, может протекать буквально на всех элементах. прежде чем говорить о происхождении нейтронов на новодорожных поверхностях, я хотел бы обратить внимание на то, что в своих многочисленных работах просвирнов постоянно указывает на тот момент, что для успешного протекания реакции на новодорожных поверхностях, то есть для успешного протекания низкоэнергетических ядерных реакций, у нас обязательно должен быть новодорожный никель, и при этом еще она отмечает, что обязательно должен происходить подогрев, то есть как-то колебания кристаллической решетки тоже интенсифицируют вот эти реакции меня. В связи с этим возникает вопрос, а каким образом возникают на новодорожных поверхностях вот эти самые нейтроны, ведь у нас нет трансуральных элементов, в результате деления которых выделяются нейтроны в избитке, но ядерная физика нам подсказывает еще один канал получения нейтронов, это всем известный электронный захват. Но вся особенность в том, что этот электронный захват хоть и хорошо изучен, и экспериментально подтвержден, но он как бы является таким экзотическим явлением, не нашедшим никакого применения, и его главный образ рассказывает студентам, а в ритуале реально он никак не используется. Поэтому возникает вопрос, каким образом вот этот электронный захват интенсифицируется в условиях новодорожной поверхности. В связи с этим рассмотрим следующий рисунок. Здесь у нас квадратиками указана поверхность никеля. По поверхности никеля небольшими кружками черными обозначены электроны поверхностные заряды, всякая поверхность твердого тела имеет отрицательный электрический заряд, потому что электроны вращаются вокруг ионов, а ионы это квадратики. Вот кружками и с орбитами это у нас обозначенный водород, который по химическим связям закрепился на поверхности. То есть возникает для электронного захвата необходимо, чтобы орбитальный электрон был скачкообразным, как это объясняется в ядерной физике, захвачен протоном и тогда из атома водорода у нас получается нейтрон. Как предполагает автор данного доклада интенсификация возникает по причине того, что у нас благодаря поверхностному заряду происходит упорядочение движения электронов по вокруг атома, вокруг протона. Принято считать, что по своему энергетическому уровню электроны движутся хаотически и вероятность нахождения электронов в круговой оболочке на данном уровне одинаковая в любом положении. А вот когда начинается вращение при наличии поверхностного заряда, то у нас получается упорядочивание вращения. Электрон не может вращаться перпендикулярно поверхности и вращаться только в плоскости параллельной. Как представляется автору, именно благодаря упорядочиванию усиливается спин-спиновое взаимодействие и усиливается электронный захват, в результате которого у нас на водорожной поверхности атомы водорода превращаются в нейтроны. Как только атом водорода превратился в нейтрон, вот эта химическая связь, которая пунктируется в остаченной линии, она у нас обрывается и нейтрон получается свободным. Причем это ультрахолодный нейтрон. Почему? Когда атом связан и соответственно протон связан с поверхностью никеля, то он не движется, он совершает только определенные колебания. В отличие от того, что, скажем, когда при ядерном распаде нейтрон вылетает с огромной скоростью, с огромной энергией, потому что он участвовал в хороводе движения в нейтре. И вот этот уже ультрахолодный нейтрон благодаря закону обратной зависимости от скорости очень быстро захватывается окружающими элементами, окружающими ядрами. В силу этого и протекает цепочка всевозможных нейтронных реакций. Это и новый изотоп появляется, и новые элементы с бета-распадом. И самое главное, что в зависимости от сечения ядерных реакций, от тех конструкционных материалов, которые находятся в реакторе, у нас идут самые различные цепочки, вот эти ядерные трансмутации, и поэтому появляются самые различные элементы. Теперь рассмотрим в связи с этим биологическую трансмутацию, потому что те эксперименты, которые показывает нам Корниловы, дают фактически тот же набор результатов, которые мы видим у Роси, у Парховова, у того же Климового, который он нам вчера рассказывал. И отсюда возникает вопрос, значит, и в биологической структуре должна быть новодорожная мембрана, новодорожная поверхность. Так вот, роль новодорожной поверхности играет как раз мембраны, которые существуют вокруг каждой клетки. Что собой представляет мембрана? мембрана состоит из фосфолипидных молекул, которые вот здесь изображены слева, это головка фосфолипидная и хвосты. Метро самосборки, они собираются в виде вот такой плоскости, в виде такой мембраны. Вот если мы рассмотрим, причем фосфолипидная головка в сторону воды направлена, а хвостами они, мембраны между собой расположены. Это известность биологии структуры. Если мы посмотрим биохимическую формулу головки фосфолипидной, вот она вот здесь изображена, мы видим, что в головке получается углерод вот расположен и к каждой атому углерода присоединен атом водорода. То есть мы получаем вот так по поверхности мембраны идеальную новодорожную поверхность. Причем плотность новодорожной очень высокая. Мы видим, что каждый атом углерода соединен с атомом водорода. То есть и здесь протекают те же реакции электронного захвата и у нас возникают свободные электроны. В связи с этим теперь возможны способы интенсификации процесса электронного захвата на новодорожных поверхностях. Здесь из того, что показывают нам авторы экспериментов, заметно, что одно из решающих ролей играет то, что мы получаем высокую удельную поверхность. То есть, скажем, у Пархомова это получается порошок никеля, у Росси это специальные там наноструктуры, кстати, у Александра Алексеевича Просверного материалы они показывают, кому интересно. Значит, у Корниловой это большие площади мембраны. Удельная новодорожность всегда нужно стремиться к как можно большей удельной поверхности получать минимальные кластеры, получать максимальную поверхность на единицу вещества. Второй момент, который необходимо отметить, что новодороженными поверхностями мы вынуждены нагревать для интенсификации процесса электронного захвата. Так вот, вот этот интенсификации очень сильно зависит от температуры. У Пархомова и Рости там это тысячи градусов это никель и выше. Скажем, у японских исследователей, которые используют композитными материалами и наряду с никелем используют еще и палладий и медь, температура падает до 200-300 градусов. А вот у Корниловой, которая использует биомембраны, то есть как бы новодорожную поверхность углерода, температура вообще падает, она работает в термостате, температура 32 градуса. Видимо, в термостате она работает потому, что, ну, также при батараспаде выделяется тепло, а если бы не погибли микробы, она держит температуру 32 градуса, но при этом, обратим внимание, что также идет интенсивная трансмутация. То есть второй момент, нужно использовать, исследовать различные материалы, и вот в связи с этим представляется интересным использовать в реакторе Пархомова, который 7 месяцев работал, вместо никельного порошка пыль, угольную пыль, то есть это фактически углерод, который наводораживается и что-то получается наподобие биологической мембраны, поверхности биологической мембраны. То есть это один из способов, когда можно попробовать интенсифицировать процессы электронного захвата на поверхностях. Значит, теперь мы обратимся к процессам, которые наблюдаются в комитетических жидкостях. В комитетических жидкостях, как мне представляется, протекают реакции холодного ядерного синтеза. То есть я четко разделяю реакции трансмутации, это нейтронные реакции, и реакции холодного ядерного синтеза, которые это те же термоядерные реакции, которые протекают, скажем, в горячей плазме. То есть для их течения, так же, как и для ядерного синтеза, нам говорит ядерная физика, необходимо иметь очень энергичные частицы, которые могли бы преодолеть кулоновский барьер, и эти частицы должны попасть в течение взаимодействия. В связи с этим термоядерный синтез казался сразу очевидным, потому что при высокой температуре в 100 миллионах градусов частицы имеют такую энергию, которая позволяет им преодолеть кулоновский барьер. А вот эта идея была очень быстро реализована в водородной бомбе. А вот с точки зрения управляемого термоядерного синтеза, который в горячей плазме происходит, получилась задержка, потому что плазма очень такое неустойчивое состояние, которое не позволяет долго удерживать плазму в рабочем состоянии. А вот и казалось бы вот холодный ядерный синтез с этой позиции, но казалось само собой разумеющимся, что он не имеет перспектив, потому что при холодном ядерном синтезе нет быстрых частиц, которые способны преодолеть кулонский барьер. Но это только на первый взгляд. На самом деле теплофизика подсказывает нам способ преодоления такого кулонского барьера. Вот обратимся к распределению Максвелла в среде свободных частиц. Здесь показаны графики кулонского распределения, и мы знаем, что всегда имеются в системе свободных частиц, согласно кулонского распределения частиц, обладающих очень высокой энергией. Они в хвосте масштабовского распределения. Их, правда, очень мало, но тем менее они есть. И вот здесь написан график для разных температур. То есть для график для высокой температуры хвост наиболее тонкий, причем для более высоких график вытягивается, и количество частиц в хвосте, количество быстрых частей в хвосте увеличивается. Причем вот эти графики все нормируются на единицу. Это говорит о чем? Что количество частиц одно и то же, но вот если мы возьмем площадочку определенную, то площадка это будет означать долю частиц, единицы объема свободных частиц, которые будут обладать именно энергией в этой зоне или скоростью в этой зоне. Отсюда получается чем выше температура, тем у нас больше получается частиц обладающих достаточной энергией. Но тем не менее в реальных условиях, скажем, Александр Владимирович, сколько времени вам еще понадобится? Пять минут. Хорошо. В воде их нечто же мало. А вот в практике нашли условия, при которых свободные частицы, это в условиях кавитирующей жидкости, свободные частицы уже не связаны между собой и они в результате схлопывания кавитационных пузырьков вот эта система разогревается и таких частиц становится уже достаточное количество. Еще одной особенностью холодного ядерного синтеза в условиях кавитации является тот факт, что частиц смешений, то есть частиц, с которыми взаимодействуют быстрые частицы, очень много. Вода плотное состояние в сравнении с разогретой до сотен миллионов градусов плазмой. Поэтому если у нас с вами во-первых большая плотность частиц смешений, во-вторых если мы достаточно большой объем кавитирующей жидкости возьмем, то у нас все частицы обязательно будут участвовать в реакциях холодного синтезом. Еще один момент, то есть получается при кавитации возникает во-первых увеличенное число вот этих быстрых частиц, во-вторых увеличивается макросечение, то есть практически каждая частица быстро участвует в этом синтезе. Ну и еще один факт, что здесь начинает себя интенсивно проявлять туннельный эффект. Известно, что туннельный эффект на Солнце ядерные реакции идут не при 100 миллионах и рацию как-то требует физика протонных, чтобы соединить два протона, а при 15 миллионах. А туннельный эффект начинает эффективно действовать только тогда, когда частицы попадают в сечение захвата. Вот попав частицу в сечение захвата, вот только в этом случае туннельный эффект позволяет ей с определенной вероятностью попасть при и меньшей энергии, чем миллионах попасть преодолеть кулонские борьбы и вот эти три фактора, что в хвосте у нас быстрая частица появляется, плотность воды позволяет нам получить хорошее сечение ядерного захвата и интенсифицируется у нас с вами туннельный эффект, вот эти три фактора вместе слагаясь и позволяют как раз получить холодный ядерный синтез, в отличие от горячего ядерного синтеза, который до сих пор не получен. Теперь возникает вопрос, как интенсифицировать нам с вами существующие кавитационные эффекты, которые, в общем-то, во-первых, дают маленький коп, то есть маленькую сверхъединичность и не всегда повторяемо. Здесь что необходимо? Во-первых, нужно заметить, что в качестве кавитирующих элементов используют обычные вихревые насосы, которые одновременно используются и для подачи воды на отопление. В связи с этим кавитация у нас ограничена, потому что если кавитация очень сильная, получается срыв подачи воды. А нас интересует как раз как можно больше кавитации, потому что у нас при кавитации больше частиц появляется. Второй момент. Нужно иметь в виду, что вода при более высоком давлении вскипает при более высокой температуре. Следовательно, если мы будем в кавитаторе, в выделенном кавитаторе, то есть кавитатор нужно выделять, чтобы у него получилась интенсивная кавитация. В выделенном кавитаторе, если мы будем создавать высокое давление, то есть ниже критической точки, но все-таки высокое давление, то у нас и при вскипании будет более высокая температура в кавитационных кузыльках, и соответственно при их схлопывании будет значительно сильнее повышаться температура пара, и в момент склопывания возникает гораздо больше частиц высоких энергий в хвосте максимума. Еще один момент, что когда у нас идет кавитация в воде, то у нас могут протекать реакции протон-протон или протон-кислород, потому что вода состоит из водорода и кислорода. Но протон-протонные реакции, как нам диктует ядерная физика, в зимних условиях не наблюдаются. Все это остается реакция только протон-кислород. При этом эта реакция дает нам энерговыделение 0,6 МФ. А вот если мы будем использовать реакцию азот плюс водород, то у нас получается энерговыделение 0,7 МФ, то есть на порядок больше. То есть если мы в качестве комбинирующей жидкости будем использовать не воду, а, скажем, хидрозин, это H2М2, у него физические свойства похожи на воду, то мы будем получать на порядок больший выход ядерных реакций. Ну и вот теперь заключение. Если вы послушали мой доклад внимательно, то вы заметили, что я не предложил ни одного механизма, ни одного объекта, ни одного состояния, которые были бы неизвестны вам. Это и законы ядерной физики, это и законы теплофизики, это и биологические структуры, все известно. И вот совокупность знаний из этих областей позволяет нам понять физику и холодной трансмутации, и холодной ядерной силы. Причем необходимо обратить внимание, что вот эти и новодорожные поверхности и эффекты при кавитации были найдены случайно в результате экспериментальной работы или в результате производственной практики. То есть сама практика подвела нас к вот этим эффектам, и как нельзя кстати в слова Карнивова, что время для этих эффектов подошло. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Вопросы будут? Так, значит, первый кто у нас? Араик Данкян, прошу вас. Я заметил там, чтобы образовался нейтрон с помощью захвата электрона. Во-первых, этот захват происходит ска-оболочки в тяжелых ядрах. Там, наверное, этот вопрос энергии не так остро стоит, но в этих условиях на поверхности, скажем, никеля нету 700 с чем-то килоэлектрон-вольт, чтобы образовался нейтрон. но это скорее замечание, я так понял. Это замечание и еще хороший вопрос. Можно еще ответить? Да, да, давайте. Значит, вот вы сказали про тяжелые атомы, где ска-оболочек. Понятно, что у водорода только одна оболочка. И я подчеркиваю, что этой практике определили, что у нас эффективная трансмутация идет на водорожных поверхностях. Но в связи с тем, что вы сказали, я тоже продумал этот вопрос, что вполне возможно, что, может быть, нужно не только наводораживать поверхность, вполне возможно, скажем, и агирование проводить. Если мы проводим агирование, там многоуровневые оболочки, да, и казахват будет, скажем, в агированных поверхностях происходить последние оболочки, и, возможно, ситуация более активная будет. Но вот насчет того, что вы говорите про уровень энергетический необходимый для захвата, я что могу вам сказать? Но это же не это у нас при этом так в ядерной физике, вернее, в квантовой физике говорить, что одномоментно происходит, ну, вроде ядерный скачок, что мы говорим, что у нас нет траекторий, у нас нет, нельзя сказать, где частица находится, мы говорим только о вероятности в характере, но ведь дело в том, что вот, почему необходимо подогревать, потому что во время подогрева у нас происходит колебание вот поверхности, атомной структуры поверхности, и в результате спин-спиновое взаимодействие происходит между спином электроны и спином протона все чаще и чаще попадает, и вот это постепенное усиление способствует тому, что вот та энергия, которая была при вращении, орбитальном вращении, она высвечивается за счет электроматильного излучения, электрон затормаживается и захватывается протоном в результате спин-спинового взаимодействия. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос Савенков Геннадий. Так нет, он ответил глупость натуральная. Неужели вы не поняли? Задан был просто вопрос. Разница масс нейтрона и протона 0,7 мэла. Где вы возьмете эти 0,7 мэла? У докладчика, наверное, просто ответа нет. Давайте передам следующий вопрос. Давайте я задам вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про реакции на наводороженных плоскостях. Дело в том, что в электрохимии давно описан процесс поглощения водорода переходными металлами. Есть такое понятие окклюзия, когда он не поверхностью наводораживается, а наводораживается полностью. То есть полностью поглощается всей массой металла. Почему вы считаете, что именно на поверхности должны эти реакции? Вот, во-первых, вот, по-моему, вчера я смотрел кого-то в докладе, показывал, что есть октайдридные и тетраидридные структуры, и вот на октайдридных структурах гораздо больше поверхностное насыщение, чем... Какая разница? Я говорю. Дальше, давайте я отвечу. Значит, есть работы ФИИ, физико-энергетического института, в которых показано, что в поверхностном слое концентрация водорода сто раз выше, чем дальше по этому. Вот, единственное... Давайте я расскажу. Значит, первый этап это физическая адсорбция. Это учебник электрохимии. Давайте мы отнесем эти вопросы на круглый стол. Каш, давай на круглый стол. Это очень важный вопрос. Спасибо Савинкову, но давайте на круглый стол. Вопросы есть еще? Если вопросов нет, то спасибо всем докладчикам. Сегодня, так сказать, мы, слава Богу, всего... Ну, все-таки на 10 минут. 11 минут, да. И поэтому встречаемся через час, да, не будем передвигать на 10 минут, надеюсь. Так вот, давайте встречаемся в 19.11. А, 12.11. Чтобы было... Чтобы час перекусить, у людей было время, я включаю. А некоторым добраться дома. В 19.15. Сработай. 19.11, друзья. Включай, да, выключай. Всем спасибо, до свидания.